Чашка кофе Сегодня играем, снимаем и работаем Делаем это в двух студиях Поэтому вам будет интересно, я так думаю Делаем это в двух студиях Здравствуйте, уважаемые наши пользователи и слушатели Приятно вас всех было сегодня поприветствовать Вот в таком несколько непривычном антураже Когда с музыкантами группы «Возвращение» вместе Здравствуйте, Сергей Привет, Волось А с каких пор непривычный стал вот такой антураж Ну я же у вас на сцене никогда не выступаю Поэтому для меня непривычный не надо Сергей, мы вот встречаемся с завидной периодичностью Ну раз или два в сезон Конечно, это не так часто для группы Которая просто нам считается близкой и родной Друзья, для вас я скажу, что сегодня у нас в гостях группа «Возвращение» То есть то, с чего мы, собственно, и начали И мы с Сергеем знакомы Сергей, наверное, с 98-го года С 97-го С 97-го года, да Значит, в этом году мы празднуем с тобой десятилетие знакомств Да, это был хит 97-й первый фестиваль Бластной московской музыки Точно, на который Сергей поехал представлять всех нас Ну, очень здорово Ты знаешь, мне бы, конечно, хотелось сегодня вот показать нашим пользователям Потому что город растет, народ добавляется И, может быть, есть люди, которые не совсем тебя хорошо знают И не совсем хорошо знают творчество «Возвращение» Поэтому я с удовольствием хотел бы показать небольшое досье на тебя и на группу Отлично Смотрим Группа «Возвращение» Год сознания 1999 Состав группы Сергей Канунников Основатель, он же акустическая гитара, голос, песни Илья Кудряшов Народные, духовые Артем Деситун Бас, студийная звукорежиссура Андрей Седлецкий Гитара Артем Кононов Ударная В акустическом составе также Никита Алешин Бас Олег Козлов Перкуссия Денис Забавский Балалайка Александр Ярославцев Концертный звукорежиссер Направление Симбиоз Рок-музыки, русской традиции и авторской песни А если коротко Интеллектуальный фолк-рок Аудитория группы Думающие люди активного возраста Для которых музыка не может быть просто фоном Почитатели арт-рока и авторской песни Туристы, путешественники Творческая и техническая интеллигенция Слушать возвращение необходимо как лекарство Когда забываешь, как растет трава Дискография Альбом «Верх по течению» 2002 год Акутический диск «Карусель» 2007 год Альбом «Непрошедшее время» 2010 год «Родниковая родина» 2014 С прошлого года идет работа над двумя альбомами Акутическим «Глубина» и «Электрическим исход» Успехи группы Лауреатство Грушинского фестиваля авторской песни Гран-при Всероссийского конкурса «Популярная история» И довольно внушительный перечень регалий за победы На всевозможных музыкальных конкурсах Концертная география коллектива Центральная Южная Россия, Север На востоке группа широко известна в республиках Татарстан и Мариэл Менея в Кировской области Выступает коллектив как в акустическом, так и в электрическом звучании Кроме того, солист группы Сергей Конунников выступает сольно А также работает в жюри межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов Своим творчеством группа пытается дать ключи, чтобы запертые намертво двери наконец-то открылись Напомню, эта программа называется «Чашка кофе» и этой программе тоже уже достаточно много лет И вот Сергей был один из первых участников, да, Сергей? Первый был, по-моему, Миша Каленкин Ну да Но я его привел, это правда Вы знаете, друзья, конечно, сегодня у нас есть повод для того, чтобы пообщаться с Сергеем И, наверное, лучше начать с песни Вы видели, что мы были в нашей второй студии И, собственно, хотим представить вашему вниманию сегодня между нашими разговорами Еще и те композиции, которые Сергей со своими музыкантами сыграл в нашей студии для этой передачи А перед тем, как мы это увидим, Сергей, представь, пожалуйста, музыкантов, с которыми сегодня ты играешь На самом деле мы хотели оказаться в виде квартета здесь сегодня Но у нас заболел Никита Алешин, он бас-гитарист Поэтому программа была несколько видоизменена И сегодня на перкуссе Олег Козлов И народные духовые, это Илья Кудряшов Наш бессменный фокусник с чемоданом со своим Ну а меня зовут Сергей Канунников, я опишу все это безобразие Это точно Накружила метель вензелей по полям да оврагам Пока сила плетенья не забросила шапку на крышу И на гор верхом забралась своей силушке рада И отправилась выше Посмотри же вокруг здесь сугроба алмазов повсюду И искряться себе на свету каждой гранью играя Подойди в ладони свои, забери это чудо И оно не растает Радость для дурака, увольнем слежака Год напролет считать, так за оконцем Так и мечтал пока, снег за окном мелькал На стекле рисовал пальцами кольца За околицы светлый распев снегирей до синицы Только голос влетать в этот хор не хватает уменья Кто обращает рукой колесо на оранжевых спицах Дай мне силу терпенья, дай мне силу терпенья К ночи из облака вытащат волоком Месяц легкий чел, черные волны Будет он плыть пока волею рыбака Рудами серебра рюм не наполни На крылечке нахохливаясь хата колючей соломой И открыт самым дальним ветрам, где ремой невысокий Грубый мой каравай не украшен, но щедро соленый У крыльца скорость строгий Он залает всегда, если гостья ему не по нраву Охраняя надежно избы деревянную дверцу Только чистой душою своей, да без лести отравы Соберешь мое сердце, заберешь мое сердце У травы с облака выскочит волком В рыжих подпалинах яркое солнце Будет бежать пока волей охотника Не отзвонят ему вслед колокольца Будет бежать пока волей охотника Не отзвонят ему вслед колокольца Субтитры создавал DimaTorzok В эфире Чашка кофе Ну вот, метелица, метет метелица Скоро это станет совсем актуально, правда, Сергей? Зима наступает с такими бодрыми шагами Подходит к нам Скажи, пожалуйста, вот написано достаточно много Ну, вообще для группы-то, может быть, и не так уж и много Но для того, чтобы это были умные, интересные песни С замечательными стихами Наверное, все-таки альбомов-то не так уж и много За все дело Вот с 80-80, наверное, с какого? С 99-го Надо считать 99-го Потому что через два года будем отмечать практически 20-летие команды Но мы надеемся, что появятся еще два диска до этого времени Как минимум глубина выйдет, я надеюсь, до конца этого года Новый альбом И есть еще пять работ, из которых три были официально изданы Рекорд-вейблами Ну, я считаю, что это неплохой результат Вообще, когда я начинал только заниматься музыкой У меня была такая цифра, в говоря, шесть альбомов То есть это достойный путь Почему так, не знаю Но мне казалось, что... Какая-то аналогия с... Ну, да, может быть, это была какая-то аналогия с любимыми авторами Потому что, по большому счету, у меня очень много любимых исполнителей Но у них очень мало любимых альбомов Я всегда думал о том, что надо вовремя останавливаться Потому что, ну, все-таки генерация материала человеком не бесконечна Есть взгляд, конечно, на новые какие-то проблемы, новые истории Но надо всегда пытаться говорить о чем-то новом То есть песня становится чудом, когда откровение какое-то произошло И тебе есть о чем рассказать Есть с чем поделиться с человеком, со слушателем потенциальным Ну, и в первую очередь, конечно, для себя что-то новое открыть И тогда получается песня, которая настоящая Если этого не происходит Ну, получаются такие песни, проходящие мимо Они не хиты, они становятся такими в альбомах Ну, серыми рыбешками, да Ну, и в историю не входит Сереж, действительно, альбом «Глубина» Он, наверное, такой имеет несколько смыслов, да Но в основном, действительно, глубина из тех песен, которые мы услышим сегодня Это как раз песни из нового альбома, правильно я понимаю? Альбом очень сложный Потому что есть, как бы, поверхностный смысл Там очень много песен о море Кстати, мы ни одну из них не сыграли Чем интереснее будет потом его послушать Да Но, тем не менее, это в первую очередь альбом о человеке Он очень личный, этот альбом То есть там многие темы затронуты, которые я пережил лично И которые касаются моих близких Там, кстати, моя дочка поет в одной песне А в другой песне на бэк-вокале «Жена» Вот так То есть, ну, тут очень много народу подошло к этой работе И при том не только музыкантов группы «Возвращение» Откликнулся Сергей Филатов, основатель фестиваля «Этносфера» Откликнулся Вовка Кожекин, знаменитый «Харпер» российский И, собственно, Рома Ломов Которого все, наверное, знают Да, он был в нашей студии не один раз Роман Ломов – это наше достояние республики А ты знаешь, Володь, иногда так бывает Что глаз у местных замыливается Вот я наблюдаю там по своим друзьям Вот есть чудо-группа в Казани «Медвежий угол» Которую знают там, вся страна гремит Миша Это, конечно, Миша Вырин Вот в Казани это воспринимается, ну, как свое родное Нету никакого удивления А если они приезжают там в какой-нибудь Новосибирск С гастролями, это, конечно, ух ты там Поэтому... Ну, то же самое, как канунников для Балашихи А скажу, на самом деле, друзья Это будет звучать как реклама Реклама хорошего коллектива Реклама замечательного творчества Не только песенного, но и очень такого личностного И я бы даже заикнулся и сказал, что очень даже гражданского Реклама будет очень простая Если вы хотите лучше с ними познакомиться Просто найдите их в интернете Я думаю, что там увидите очень много И что еще мы, Сереж, увидим там? Мы там еще увидим твою большую концертную работу Несмотря на то, что у тебя два состава Это состав и акустический, и электрический То есть вы можете играть как полноценная, крупная, мощная рок-группа И акустика с большим количеством музыкальных, народных инструментов С всевозможными штучками такими Сегодня мы не так много показали Но тем не менее Скажи, пожалуйста, что по гастрольному графику Я имею в виду Я тебя всегда об этом спрашиваю Просто что у тебя не только сейчас А вообще вот насколько это важно в твоей жизни То, что ты встречаешься практически по всей России Своими зрителями и слушателями Мы будем планировать основные гастрольные наши выезды Начиная с февраля И начнем мы с Белоруссии на этот раз У нас там Гомель, Минск И, собственно, Могилев, скорее всего, будет И потом, конечно, будут три презентации Потому что, скорее всего, мы уже хорошие залы Не успеем забронировать здесь, в Москве и в Питере У нас планируются презентации в Казани, в Йошкороле В Петербурге и в Москве по России Там есть заинтересованные организаторы Которые уже свой интерес озвучили Чтобы организовать большие, хорошие концерты У меня есть очень хорошее предложение От Владимира Я надеюсь на Смоленск и на Вязьму Может быть, нам получится и в Брянскую область скататься Ну, очень хотелось бы эту работу показать Потому что эта музыка сделана необычно То есть, это нечто оригинальное Мне кажется, что мы все-таки привнесли свою нотку В нашу какую-то культуру И сделали это с помощью людей Которые умеют вложить душу по-настоящему Мы, конечно, не только своим мастерством этого всего добились Но и с помощью людей, которых нас поддержали В первую очередь Ну, мне хочется сказать, что примазаться к этому всему хорошему делу Хочется сказать, что, коль скоро Сергей об этом заговорил Наша лепта в записи этих альбомов тоже есть некоторая Это не то, что некоторая лепта Пожалуй, если бы не было радио Мы всегда говорим, идем на радио Не было бы и групповозвращения в таком масштабе Потому что все серьезные работы были записаны здесь Вот в этом помещении Родниковую родину писал, сводил Артем Деситун Он, кстати, наш бас-гитарист из электрического состава Я думаю, что это секрет... И наш звукорежиссер, если... Да, секрет Полишинеля сейчас открываю нашим зрителям Ну, как бы, опять-таки, родниковая родина Она не очень большим тиражом разошлась по стране И мы не очень сильно ее покатали по городам Потому что у нас наступил сезон травматизма Я руку сломал, Артем Деситун с велосипеда упал И еще гитарист там тоже повредил руку одновременно И мы не успели как-то все это собрать в одно единое целое Презентация была московская Мы сыграли концертов в Волжске У нас был хороший концерт В Питер съездили Но дальше это все не пошло А тем не менее, альбом отметили даже американцы На worldmusic.com нам написали очень хорошую рецензию И она была не одна То есть был отклик, и диск до сих пор востребован Родниковая родина, которую писали на нашей студии Да, да А мы давайте послушаем песню из нового альбома Которая называется «Глубина» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вода поднялась, смыла мост, дрова унесла Сгинула в шеверах, смеясь, вспыхнула радуга Белой пенопряжей велась Память старого ремесла А звезда на хромке весла Сгорала, не радуя К сестре Айна брат приходил До утра сидел у двери У открытой Насте ж двери пел колыбельная Младший серый брат пел да выл В черном небе спутник летел А под ним корабличек плыл Палубы белые Айна, Айна, кого будешь в дом закликать Не спеши в ладонях ломать Перетяно свое Айна, Айна, полноти тебе горевать Кликать черных воронов наш не вьет К сестре Айна брат приходил До утра ворота ломал У сарая бревна крушил Жерди разбрасывал Старший бурый брат все серчал Горевал, ревел да рычал Год назад забрать обещал Наверно забыл Айна, Айна, где зимой поземка метет Там гуляет мать росомах Ищется хатова Айна, Айна, там тебе теперь бережет Белое зерно в закромах Юга бреватая К милой Айна муж приплывал Ей в лицо глядел из воды Да о чем-то долго молчал Бил плавником Ничего опять не сказал Лишь исчез за камнем седы Видно приберег слова на потом Айна, Айна, где петляет нумис река Там твоя тропа далека Порошкой вышита Айна, Айна, вдалеке гора велика С той горы плывут облака Горние, вышние Горние, вышние Велика на дождь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова В эфире «Чашка кофе». Напомню, друзья, эта программа, которая называется «Чашка кофе». Не ей предмет, навсегда у нас находится чашка кофе. Здесь в студии, и она уже тут находится у нас, стоит, подернулась пленочкой. Она уже стоит практически 13 лет. Сергей, расскажи, пожалуйста, вот интересная песня, интересное звучание. Конечно, я предполагаю, что у тебя есть, как всегда, так сказать, заготовочка, например, как электрический вариант этой песни. Вот чем она отличается, стихи и в чем там все интересно? Электрического варианта нет. Нету, да? Не думал? Нет, не будет его. Будет именно такой. Ну, конечно, там еще всякий космос мы записали на альбоме, там, «Глюкофон» Рома Ломов использовал. И там очень... Там такое ощущение, что куча электроники в записи. А на самом деле ее нет. То есть все записано с помощью живых аналоговых инструментов народных. То есть то, что слушатель услышит, это его удивит очень сильно. Ну, у песни своя история. Мы просто с женой застряли на линдозере в Карелии. Это нам повезло, там, получается, прошлым летом мы попали в Кандапожском районе в ситуацию, когда плюс 4 в июле. И за 5 дней не встретили ни одного человека. То есть мы шли, ну, двумя байдарками, нас было четверо. И на берегу линдозера мы познакомились с охотником, который нас, собственно, перетащил через этот разбушевавшийся шторм на моторке. На байдарке было перейти невозможно, мы их поперек моторки положили вот так две, связали веревками. И сами сверху там, ну, кто лег, кто там, девчонки на корме, и через озеро перешли. И оказалось, что вот этот охотник, Сергей его звали тоже, он приезжает туда только на лето, пострелять в ося. Хотя, ну, медведь к нему заходил там неделю назад, потому что он посуду плохо помыл на заборе, оставил сушиться, медведь вышел. Хозяин пронюхал, да? Да, а там живут 4 бабушки, вот в этой деревне. И теперь, чтобы до почты дойти, им надо 50 километров пройти, потому что у них мост рухнул. То есть вот песня, песня, которая, она, казалось бы, воспринимается как дремучий карельский эпос. Сайна, это персонаж, собственно, Калевалы. А Калевала писалась как раз в этих краях. То есть все, что мы знаем о карелах, оно из этих мест родом. То есть, ну, такие вещи, как, например, вот строчку вы услышали, не спеши в ладонях ломать веретено свое. Этот образ, когда умирала женщина у карелов, ломали ее веретено, чтобы ее работа не держала на земле. Жизнь на севере – это постоянный труд. Ты что-то не успел сделать, значит, ты умер, там другого нет. Погода суровая, поэтому надо успевать вовремя идти, там, рыбу ловить, вовремя одежду шить и так далее. Когда умирал мужчина, ломали его нож, рыболовный. То есть, карелы не агрессивные люди, но они очень заняты работой постоянно. И вот с помощью каких-то таких образов, вот я добавил туда спутник, да, в черном небе спутник летел. Вот этот древний карельский эпос, он взрывается, да, и становится современной, в общем-то, картинкой. И получается, что песня, она не имеет границ ни пространственных, ни временных. Очень интересная, очень интересная песня. Очень интересное такое движение души и мозга. Это очень важно, когда одно заставляет двигаться другое. Друзья, напомню, сегодня у нас в гостях Сергей Канунников и акустический состав группы «Возвращение». Такой, правда, немножко усеченный, желаем бас-гитаристу Никите Алешину скорейшего выздоровления. Надеюсь, что с ним все будет хорошо. Ник, держись. Ну что же, Сергей, музыкант, автор стихов, собственно, руководитель и организатор, и фронтмен этого замечательного коллектива сегодня у нас в гостях. И, конечно же, мне хотелось бы, Сереж, отправиться снова в нашу телевизионную студию, и там услышать еще одну песню. Ну, давайте послушаем куклу. Давайте. Кукла. Человек Был смешон, неуклюж, а нелеп Потертая ткань на плечах не к лицу Сито дыр, ногота, колен В его доме был стол, инструмент и верстак И дощатый некрашенный пол Пожелтевший от пота в заначке пятак На столе корвалол И дурацкая кукла валялась в углу Не продашь, не подаришь, выбросить жаль Зря стонала доска под резцом И напрасно на персток скрипела в углу Иногда он во сне с ней о том говорил Виновата с плохим переводом скрижаль Я как мог, так по ней тебя и мастерил Я как мог, так по ней тебя и мастерил Из того, что без дела лежала И безгласая кукла кивала ему Так резвился сквозняк с колпаком дурака Но улыбка чужда деревянному рту Но улыбка чужда деревянному рту Незаметно в его уголках Нет, он не был ни зол, ни прижилист, ни ужив Он к соседям своим подходил лишь с добром Как-то утром кинжально ужалила жизнь Потащила за крюк под ребром И тогда он упал перед мутным окном И уставился в небо дрожа Пепелище в груди, в висках метроном Невозможно дышать Он спросил, отчего мои слабые персты Когда я прикасаюсь к земле Почему мое сердце и мысли пусты Когда я обращаюсь к тебе Для чего мне безброда до гроба грести Через сумрачный стикс, рубикон и каялу И ответил творец, если можешь, прости И ответил творец, если можешь, прости Я как смог, так тебя и своял А-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а Аааа... Субтитры создавал DimaTorzok И гастрольной, и вообще просто жизни Это южные какие-то наши стороны То есть я имею в виду Крымские поездки, еще куда-то такие У тебя же были У меня было Браудерсо Совершенно шикарное, с чумовыми енотами Мы там ночевали на берегу озера С ребятами Это Южный политех был Там очень странный фестиваль Выходишь на сцену, там никого, народу нет После второй песни Около двухсотен человек собирается Потому что все ждут Южные люди ленивые Солнце разморило, все из моря там выпрыгивают Чтобы послушали А там такой был фестиваль Не нон-стоп То есть там кто-то выходит, поет Сойдешь, поликарп его делал Сейчас он, к сожалению, не проходит уже Но место, известное в таких Неформальных кругах Среди хиппи Лиманчик называется А на берегу озера Там несколько семейцев енотов жило И они там строили такое нашествие На наш лагерь Представляешь, там стоит газовый баллон С плитой Дерево сухое Сидим ночью, фонарик светит Никаких признаков, в общем-то, не было Ничто не предвещало Стоит пакет Стоит пакет Оттуда несколько батонов длинных Французских таких торчат Вдруг из этого дерева Из темноты Спускается енот На глазах у изумленной публики Вытаскивает вот так батон из пакета И начинает его есть, глядя на нас Все такие, ой, там, давайте детей разбудим Ну, лагерь такой всесемейный А когда мы поняли, что космические звуки Начали раздаваться со всех сторон И там шуршание по палаткам уже такое пошло Все решили резко по машинам продукты прятать В общем-то, потому что... Ну, покормили енот Ну, да, тогда, да Серега Они не боятся вообще Смотри, вот мы с тобой несколько раз И несколько лет подряд я тебе задавал один и тот же вопрос В отношении того Я помню твое успешное участие в каких-то конкурсных И фестивальных делах Это Петербургский аккорд Это и Грушинский фестиваль И, в общем, достаточно много Нет, в Петаке меня не было никогда Нет, ты ездил? Нет, на Петербургский аккорд нет Ты, по-моему, судил его, нет? На Грушу нет Я в жюри сижу регулярно на Куликовом поле Это Всероссийский фестиваль авторской песни Уже несколько лет там работаю А с Питером как-то я не успел Собственно, когда... Я слишком поздно понял, что надо двигаться Именно в направлении авторской песни Мне, ну, как сольно, как автору И поэтому мое Грушинское лауреатство Состоялось только в 2008 году Да, я тебе говорил, иди на Грушу А Петербург уже в тот момент, по-моему, затухал То есть, там последний год, что ли, оставался Пока они существовали А сейчас что осталось из того? Вот если мы хотим посоветовать Нашим уважаемым пользователям, зрителям Если кто-то занимается песенным творчеством Держишь в руках гитару Ну, не обязательно Может быть, просто какие-то стихи, песни Связанные, может быть, с коллективами Куда сейчас попробоваться? Где себя показать? Ну, если хочется поработать над собой Непосредственно в творческих мастерских Поучаствовать с доброжелательными людьми Которые не будут там чувство собственного достоинства тешить А именно действительно будут по-доброму работать Это фестиваль «Летнее солнцестояние лесом» Проходит в Питере, делает группу «Дефекты речи» Юра Ельский, Мария Булат Там очень хорошие творческие мастерские Таня Пучков там работает И там Дим Коломенский поэт очень сильный Есть музыкальный шлюз Там как устроено? Есть три шлюза Один музыкальный, второй поэтический И третий шлюз опытного зрителя То есть, если хотя бы через один шлюз проходит человек Он выходит на сцену как конкурсант Есть фестиваль «Куликово поле» В Тульской области Он, скажем так, более масштабный Но там, конечно, нету такой возможности Работать с каждым Потому что очень большой поток конкурсантов Там бывает до 120 А то и до 300 человек Один год был конкурсант Которые приехали И там, конечно, такая борьба Ну, конечно, Грушинский остался Сейчас появился фестиваль «Платформа», Который откололся от Грушинки И он перебрался в Подмосковье Но он такой очень эклектичный Там многожанровый И я пока не очень понимаю Как там себя будут чувствовать конкурсанты Из авторской песни В этом году их было немного Мне так показалось Есть масса маленьких фестивалей Которые проводит Алексей Витаков Вот такой подвижник Московский Точнее, как Московский Не Московский, а Смоленский Смоленский, да Он делает фестиваль в Липецке Сергей, а можно предметно, допустим Если к тебе в группу подгрузиться Предположим, ВКонтакте Вот группа «Возвращение» Если тебе зададут такие вопросы Ты сможешь ответить нашим зрителям Пользователям Особенно, если они наши местные Подмосковные люди Я думаю, что тебе несложно будет Да, конечно Потому что ты группу модерируешь В ней бываешь постоянно Конечно Это можно рассказать Обо всех И потом мы же постоянно Вешаем афиши какие-то Вот летний сезон фестивальный Каждые выходные Что-то происходит Мы куда-то ездим И обычно об этом подробно рассказываем Когда браться И, собственно, в каждый такой выезд фестивальный Это, как правило, возможность И поехать туда кому-то еще Потому что, если это касается авторской песни То это, конечно, всегда почти конкурс Но за исключением Юшута Вот Юшута – это такой гостевой фестиваль Ну и Баранка тоже Сейчас начну перечислять Еще не остается Не разойдемся Друзья, вы знаете Вот вообще-то Хороший пример Сергей Просто они никогда-то не отсиделись В репетиционной своей зале А вот все-таки мы как-то помогли им отправиться Хоть на какой-то музыкальный конкурс И потом вот из-за этого выросло то Что, в принципе, Сергей сейчас очень хорошо знает И в нашей стране, и за рубежом Это очень приятно Почему? Потому что вот это именно Песенное творчество Вот это Оно очень ценна Его не все любят Не все воспринимают Но до тех пор Пока они не услышат Хорошее исполнение Хороших настоящих действительно песен Что мы сейчас послушаем Я, во-первых, хочу сказать Что все-таки в нашем случае Реклама не работает Даже если так сказать Вот радиопередача Про возвращение Все скажут Ну непонятно, что это такое Работает, как правило Когда на кухне кто-то объяснит Что это и зачем И потом человек возьмет наушники И включит на полную громкость на ночь И потом остается надолго Вот мы для наших слушателей И звучим как раз на кухне И звучим Поэтому мы и можем Ну будем надеяться Песня какую? На далеком острове На далеком острове На далеком острове Сплошь покрытом соснами Колыбель для солнышка Хвойная постель Сосны машут лапами Дождь тихонько капает Пьет водицу зернышко Чтобы стать сильней И медведи облака Гореют серые бока В теплых ласковых лучах Тает их печаль Тает их печаль Тает их печаль Деревянным лодочкам Деревянным лодочкам Веслам и бортам Барабанят там, там, там Приходите к нам, к нам, к нам Есть у нас на небесах Дивные леса В них деревья белые В кронах птицы смелые Песни вещие поют Про судьбу твою Про судьбу твою На далеком острове Где утесы острые Тихо гладит берега Долгая река И как будто светлячки Пляшет в небе звездочки Уплывает по волнам Круглая луна Уплывает за морем Небо и с нею надобно Чтоб тебя в конце пути Где-нибудь найти Где-нибудь найти Круглая луна В эфире Чашка кофе Сергей, давай вернемся Вот к началу нашего разговора Именно к тому, что Все-таки Фактически уже на выходе Твой альбом новый Записанный Затем замечательным коллективом Который называется Возвращение Этот альбом называется Глубина И вот Конечно же Хочется ему Чтобы у него была Такая тоже своя история Как в принципе У всех твоих альбомов У них разные там истории Хочется, чтобы у него такая же была Вот осталось совсем немного До его выхода Расскажи, пожалуйста А вот можно как-то, допустим Принять участие в этом И попытаться, так сказать Чтобы там Мой лейбл Там Был на этой пластинке На самом деле Глубина В отличие от всех наших альбомов Появилась благодаря нашим слушателям Потому что мы открыли На планете Эта платформа Краудфайдинга Свой проект И люди Пожертвовали там Кучу всяких средств Разных И пока мы писали Кстати, программу Мы набрали необходимый минимум За сегодня Я сегодня залезал Мне хватало там Десять тысяч До половины И сегодня Мы уже перебрали На десять тысяч Так что Альбомом быть Проголосовали люди За него В общем-то душой И вложили Частичку своего труда И Мы постараемся Соответствовать Присоведению Меня сегодня Артем порадовал Что он уже Семь треков Почти собрал А еще остается пять И альбом увидит Свет в этом году А у нас, кстати Издает Skatis Music Это рекорд лейбл Который один из немногих Живых остался Сейчас же На CD Практически никто Не издается Уже Кризис носителя Наступил Но Такие лейблы Как Skatis Они Аккумулируют Слушателей Очень заинтересованных В музыке Это те люди Которые берут пластинку И людям важно Очень видеть Там текст Напечатанный Увидеть Кто Какой труд Вложил То есть у нас будет Большой буклет На этом альбоме То есть там Двенадцатистраничный Буклет Со всеми текстами песен С описанием Всех музыкантов Которые принимали Там участие Дизайн для него Делал знаменитый человек В Москве Это Саша Уткин Он делал все Многие обложки Для группы Оргий Праведников Московской знаменитой И Мне было очень приятно Вчера увидеть У него в Фейсбуке Что он назвал Эту обложку Одной из лучших Своих работ Серега Скажи пожалуйста Кого еще поблагодарить Кроме твоих слушателей Которые Вот Какие Что за люди Приняли участие Ну как петь надо правильно Я конечно Далеко не самый талантливый Ее ученик Но Мне очень помогли Ее уроки Их было немного Но Просто Мне кажется Что получилось Все-таки Подняться чуть-чуть По уровню Как вокалист Ну что же Вот Конечно Есть еще возможность Друзья У вас Поучаствуют В этом альбоме Если кто-то Заинтересован Пожалуйста Обращайтесь Можете найти По запросу Возвращения Там есть И контакты И телефон И даже Там все есть Сергей Спасибо тебе большое Ребятам Что вы сегодня Приехали к нам В гости Ну как в гости Уже сказать Что он к нам В гости Приехал Очень сложно Потому что Здесь действительно Спето очень много В нашей студии И записано Действительно Очень много Ну и нам Это приятно Потому что Мы чувствуем Себя сопричастными Вот к этому Песенному творчеству Которое все-таки Оно для души Оно для души Оно несет Вот это То чего нам Так в жизни Иногда не хватает Несет какую-то Как гармонию Что ли Нашу Нашу русскость Какую-то Нашу такую Человеческую Солидарность Друг с другом И когда ты слушаешь Я смотрю на Лица на концертах Я знаю там Твои песни Почти все Наизусть Если я на концертах Я смотрю на Я не на вас смотрю Я смотрю на лица людей Которые сидят в зале Там тоже очень много У вас постоянных поклонников Но бывают люди Которые случайно Вот да Привели кого-то Я смотрю Насколько Человек в течение Нескольких песен Он прям преображается У него прям Открывается Какое-то у него Внутреннее Приятное такое Ощущение И это видно Невооруженным глазом Вот поэтому я думаю Что Все что мы с тобой Сегодня дали Послушать нашим пользователям Это конечно капля в море Я думаю Что альбом получится удачным Спасибо тебе Сережа большое Что ты пришел И в завершение Наверное послушаем птицы Да Спасибо Волось За теплые слова Если кому-то интересно Все подробно О нас можно узнать На сайте возвращение.ру В Яндексе просто набирайте Группу возвращения Я не буду рассказывать Как это пишется По-английски Там все очень просто Там все очень просто И в соцсетях Нах можно найти Меня и на фейсбуке И вконтакте Под настоящим именем Я не прячусь ни от кого Поэтому будем рады общению Будем рады Увидеть вас на концертах Мы как правило Сообщаем о них заранее И в общем-то Стараемся Чтобы Люди испытывали радость Чтобы было чудо На каждом из этих мероприятий Сейчас у нас Замечательный звукорежиссер Работает концертный Александр Ярославцев С нами На концертах Поэтому Очень рекомендую Приходить Чтобы послушать Хороший звук Спасибо Ну что птицы В завершении Птицы Я на пустом причале Стою столбом Пароход гудит Отдает швартовый Кружево белых чаях На голубом Горизонт горит Полотном багровым Ветер скулит И дергается рука Примет ли океан Своего скитальца И улетает В белые облака Мои песни Птицы Выпущенные В небо Мои ноты Их Пестрое Оперение Рукописи Страницы Северные Распевы Яркие Перезвоны Их Голосов Сплетение Порох бумаги В стол Строчек Береста Третья Ночь Прошла И не будет проще Жаль Не выходит Жизнь Как о том писал Я пытаюсь Встать Но не дремлет Ловчий Тень от кровати В угол Наискосок Совесть Застыла Рядом У изголовья Словно Торопит Мой Слишком Долгий Сон Там, где Песни Птицы Выпущенные В небо Мои ноты Их Пестрое Оперение Рукописей Рукописей Страницы Северные Распелы Яркие Перезвоны Их Голосов Сплетение Кто там Такой Огромный Стоит В лучах Шириной В закат Глубиною В море Выйду На крышу Утром Его Встречать И уйду В печаль И хромое Горе Где-то Далече Мой Беспокойный Брат Вырвется Из толпы И расправит Плечи Крутится Шар До тех пор Пока Высветят Чьи-то Песни Птицы Выпущенные В небо Яркий Перезвон Пёстрое Оперение Рукописей Страницы В них Полноцвет Распева Ритм Жилого Слова Мира Сердцебиение Ритм Жилого Слова Мира Сердцебиение Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова В эфире Чашка кофе Редактор субтитров А.Семкин